Тактические приемы на изоляцию и перекрытие применяются с целью нарушить взаимодействие сил противника, перерезать его коммуникации. Поясним. В позиции на этой диаграмме черный ферзь осуществляет охрану поля G7, которое находится возле короля. Не будь такого сторожа, белые сразу же выиграли бы партию ходом ферзя на поле C3. Не отвлечь охранника, не уничтожить его здесь не представляется возможным. Но приходит на помощь другая идея. Белые жертвуют ладью, она идет на поле C7. Белые как бы отсекают ферзя соперника от королевского фланга. Черные уничтожают своим слоном дерзкую ладью. Но обрубленные связи ферзя с полем G7 при этом не восстанавливаются. И черный король гибнет. Сторона, осуществляющая изоляцию и перекрытие, перекрывает связь неприятельской фигуры с важным пунктом. Идея изоляции и перекрытия очень тесно переплетаются между собой. И поэтому оба эти приема, как правило, чаще встречаются во взаимосвязи. Вернемся к началу примера. Здесь разрушение связи по важной магистрали осуществила атакующая фигура ладья белых. При этом произошла изоляция поля G7 от его защитника ферзя B7. Далее на сцену вышло перекрытие. Его главная особенность, атакующая сторона средствами вынуждения заставила обороняющегося перекрыть свою важную коммуникацию собственной же фигурой. Таким образом, изоляция создается атакующей фигурой, у нас ладья, а перекрытие защищающей, в нашем случае это слон. С приемом, который был осуществлен здесь американским гроссмейстером, должен быть знаком каждый шахматист. Эта партия портиш-фишер Санта-Моника, 1966 год. Посмотрим на ситуацию на доске. В центре стоят слон и ладья белых, которые очень мешают черным. Причем слона на поле E5 защищает ладья E6, а ладью E6, в свою очередь, защищает ладья E1. И черный ферз на поле D5 не может тронуть ни одну из упомянутых белых фигур. Цель черных – изолировать ладью E1 от ее объектов защиты и убрать из центра мешающие им фигуры. Смотрим партию. Черный конь с поля C4 идет на поле E3 и отсекает ладью E1 от ладьи E4. Изоляция. Ладья E1 бьет коня на E3, но сама встала под удар пешки F4. Пешка F4 бьет ладью на E3. Белая ладья E4 бьет пешку на E3 и продолжает защищать слона на поле E5. Тогда черный ферзь бьет пешку на поле A2, при этом атакуется незащищенная пешка на поле F2. Белая ладья идет на поле F3, защищает пешку F2 и атакует черного короля. Король уходит на поле E8. Белый слон идет на поле G7 и нападает на незащищенную пешку H6. В ответ черный ферзь с поля A2 идет на поле C4, атакует пешку на H4, который не имеет защиты и находится на важном для белых поле. Пешка H4 бьет черную пешку на поле G5. В свою очередь пешка H6 бьет пешку на G5. Белая ладья решает перебраться на ферзевый фланг. Она идет на восьмую горизонталь. Идет на поле F8 и объявляет шаг черному королю. Король уходит на поле D7. Белая ладья идет на поле A8, нападая на пешку A6, которая пока находится под защитой своего ферзя. Черный король идет на поле C6. Он приближается к пешке A6, чтобы помочь ей пройти в ферзи. И у черных решающее преимущество. Белые сдаются. Прием, примененный здесь фишером, довольно часто встречается на практике. И, кстати, это один из методов борьбы против сдвоенных ладей. Партия Кампинус Дартсникс. Юрмала, 1964 год. В этом примере пешка C2 на пороге новой жизни. Соперник предлагает в обмен за нее целого слона. Соблазн велик, и черные принимают дар. Но возник тяжелый, затяжной эншпиль, с трудностями которого они не совладали. Партия закончилась в ничью. В то же время черные, если бы вспомнили об изоляции и перекрытии, могли быстро и красиво выиграть. Вернемся к начальной ситуации. Итак, нас интересует, как можно пешку провести в ферзи таким образом, чтобы она сразу не была сбита ладьей на поле C6. Значит, ладью необходимо отсечь от пешки, изолировать ее. Черная ладья Е5 идет на поле Е4 и объявляет шаг белому королю. Пока белые уводят короля из-под удара, черная ладья встала между пешкой C2 и ладьей C6 таким образом, что слон на поле D3 контролирует поле, на котором она стоит. Белая ладья C6 бьет ладью на C4. Черный слон бьет ладью на C4. Правда, его самого тут же сбивает белый слон с поля F1 и объявляет шаг черному королю. Король уходит на поле F8. Сам слон не опасен пешке C2. Поэтому какой бы ход сейчас не сделали бы белые, черные проводят свою пешку C2 к ферзи. Белому королю шаг, и нетрудно убедиться, что черные побеждают. Этот пример из партии Катаев-Марков, 1977 год. Смотрим на пешку H3. У нее вроде бы нет никакой перспективы пройти в ферзи. Стоит ей приблизиться к полю превращения, как слон с поля C1 отскочит, и поле H1 будет во власти ладьи с поля A1. Однако черные применили прием изоляции. Ладья с поля D8 пошла на поле D1, и поле H1 оказалось отрезано от фигур белых. Король бьет ладью на поле D1, перекрывая своим доступ к полю H1. Пешка H3 делает ход на поле H2, и теперь нет сомнения, что она станет ферзем, и белые проиграли. Следующий пример. Партия Финн-Нагент, Нью-Йорк, 1900 год. На доске сложилась такая ситуация. Черный ферзь охраняет важное поле F7 около своего короля, на которое нацелены ферзь и конь G5 белых. И поле D5, откуда белый ферзь мог бы угрожать королю. Белым важно, чтобы какое-либо одно из них, F7 или D5, осталось без контроля ферзя. Вот этого белые и собираются добиваться с помощью рассматриваемых нами тактических приемов. Смотрим партию. Белая ладья идет на поле E7. Эффект тройной. Изолирует ферзя от защитных функций поля F7. А дальше организуется перекрытие. Если ладью побьет черный конь с поля C6. Или получится отвлечение, если ферзь побьет ладью и оставит поле D5 без присмотра. Если бы черные побили ладью конем, то белый ферзь смог бы сделать ход на поле G7 и объявить мат черному королю. Бить ферзя король не может. Поле F7 контролирует конь G5. В партии было сыграно. Ферзь бьет ладью E7. Поле D5 осталось без охраны. И туда идет ферзь с поля F3. И объявляет шаг черному королю. Черный ферзь идет на поле E6. Перекрывает линию атаки. Белые бьют ферзя на E6 своим ферзем. И объявляют мат черному королю. этот ферзь зубчик заfe往 джиплометия. При нем interpersonal.